Знакомьтесь, друзья, вот она, мантия Неклиновского районного суда, Курышка Ольга Сергеевна. Друзья, 17 августа 2024 года, Марина Мелехова, продолжаем новости по аресту Марии Каменской и еще пятерых человек. Уже какой-то предварительный план действий немножко у нас разработан, но паразиты все предусмотрели. Вот даже они вынесли приговор в пятницу, прекрасно зная, что судилище будет в субботу и воскресенье закрыто, никого там не будет. А то бы, если бы вынесли в любой другой день, мы бы названивали сегодня. Вот телефон прям кабинета вот этой Курышки, посмотрите внимательно на ее лицо. Телефон 8-863-472-10-53. Что еще мы можем сделать, как бы по справедливости? Есть такой сайт, в любом поисковике набираете, Судьи России, Курышко. И вот на этот Судьи России выскочит вот эта Курышка, вот это вот физиономия, физическое лицо. И там кнопочка «Написать отзыв о судье». Пишите смело справедливые отзывы. Вот то, что она сделала, это конкретно показывать, что она зависимый судья. Она вынесла карательный, неадекватный, несправедливый приговор пенсионерке, блогеру, общественнику Марии Каменской и еще пятерым ее друзьям и соратникам. Сейчас все расскажу по порядку. Новостей очень много. Я вам благодарна за такую поддержку. У меня ватсап просто ломится от, и телеграм, от предложений. Очень много предложений. И предложения очень достойные. Первый момент, который я хочу. «Пожалуйста, Роман, сын Марии Константиновны, выйди на меня 8-918-433-3487». Это очень важный момент. Ни на кого другого объявлять сбор средств мы не будем, только на сына Романа. Нужна карточка, либо твоя, либо родственников, близких Марии, кому доверяете. Потому что, конечно, первое – это сбор средств на передачи, на поездки. Все это стоит, конечно, денег. Вот Мария Константиновна наша родная. Я надеюсь, что она обладает волей и выдержит это тяжелое, тяжелое, действительно, ну, нечеловеческое испытание неволи. Хуже неволи, как говорят мудрые люди, да, только смерть. Я сама это прошла, поэтому знаю, как это невыносимо тяжело. Что помогает, помогают письма. Ну, сейчас я расскажу, сейчас я дам все, очень много дам информации, ролик, максимальный репост. Смотрите, вот этот самый Неклиновский районный суд, те, кто боится звонить, можете писать. Вот его почта. Переписывайте, останавливайте. Пишите на почту не только вот этой курышке, но можно писать и председателю суда вот этого, так называемого, не существующего в правовом поле, не зарегистрировано, который невозможно идентифицировать. Кстати, вот этот Неклиновский районный суд Ростовской области, я сделала запрос по Марии Каменской, не обнаружено. Видите, данных по запросу не обнаружено, умышленно не обнаружено, потому что не хотят, чтобы мы читали приговор. Очень многие попросили, чтобы Марина Борисовна, придайте огласке приговор этот карательный, несправедливый. Не могу предать, родные, не могу. Если у сына будет или еще у кого-то, у друзей-соратников, я придам огласке, не вопрос. Но пока у меня его нет. Дальше идем. Читаем пропаганда, что написала. Сразу говорю, это написала пропаганда. Очень много информации в разных их ТАСС, даже ТАСС, это телевизионное агентство, у них пишет. Шестерых граждан СССР из Ростовской области приговорили к реальным срокам от 4 до 7,5 лет. Неклиновский районный суд Ростовской области приговорил шестерых местных жителей к реальным срокам от 4 до 7,5 лет по обвинению в причастности гражданам СССР, объединению Союз Славянских сил Руси. Но я в шоке, конечно, сообщила пресс-служба суда. Пресс-служба вот этого позорного судилища. Еще и наглости хватает сообщать. Они вообще не понимают, что народ очень злой до поры, до времени терпит, терпит, но может и не стерпеть, может надоест эти все судилища еще. Олегу Колесову, обвиняемого в организации экстремистской деятельности, часть 1 статьи 282.2 УК РФ, назначили 7,5 лет колонии общего режима. Я с ним тоже как-то общалась. Это представитель Тараскина именно в Ростовской области. С ограничением, с последующим ограничением свободы на год и запретом на 10 лет заниматься деятельностью, связанной с общественной деятельностью. Марии Каменской, Александру Акуличеву и Марии Каменской назначили по 5 лет колонии общего режима. А Елене Акулинчевой, Галине Моревой и Лидии Такмаховой по 4 года колонии. Им, внимание, также назначили ограничение свободы на год и запрет, запрет заниматься деятельностью, связанной с организацией общественных объединений на срок, равный сроку колонии. То есть Марии дали 5 лет, а после 5 лет и еще 5 лет ограничения заниматься деятельностью, ну, общественной деятельностью. В общем, это пропаганда. Ничему не верьте, это все заведомая ложь. По факту Мария вела просветительскую деятельность общественную. Она как блогер, как правозащитник, как правовед постоянно придавала огласки, несправедливые моменты и заставляла задуматься, просыпаться. Она очень многих людей пробудила, человеков, мужчин, женщин. Так, смотрите, что я предлагаю, чтобы Марию прям поддержать, поддержать. Вот этот сайт, Зона Телеком, набираете в поисковике. А, в Google Play скачать, в Google Play скачать Зона Телеком, просто Зона Телеком. Вот его значок, логотип. И вот оно сразу выскочит у вас. Нажимаете кнопку «Установить». Устанавливаете Зона Телеком, привязываете его к своему телефону. К сожалению, письма там платные, стоят 45 рублей в Ростовску. Я уже написала Марии письмо. Стоит 45 рублей. И обязательно оплачивайте обратный ответ. Это важный момент, чтобы она могла вам написать. Пройдя вот этот адский ад неволи, я вам скажу, что очень-очень хорошо вдохновляют и отвлекают писание ответов. Я писала ответы, мне много приходило писем, и конверты, и обратные ответы, оплаченные Зона Телеком. И я садилась и часами могла писать, отвечать. Это отвлекает от этого четырех стен, это ужас, этого кошмара неволи. Дальше. Вот находится Мария, уже все выяснили. Дозвонились, выяснили, четко знаем, где находится. ФКУ СИЗО-1 Ростовской области, город Ростов-на-Дону, улица Максима Горького, 219. И вот такая просьба, кто живет в Ростове-на-Дону, чтобы не ехать мне из Краснодарского края. Сын написал в чате, в общем, кстати, общий чат в Телеграм, рядом с Марией, набирайте, рядом с Марией, Телеграм-чат, набирайте и попадете туда, там уже 2000 человек. Там, правда, нет возможности никому ничего писать, только сын пишет, Роман, Роман, выйди на меня в Телеграм, пожалуйста, очень нужна твоя вот номер карты. И Роман написал, поедет во вторник, то есть привезет передачу и поедет, попросит свидания с ней. Сразу скажу, Ром, свидание, пока приговор не вступил в законную силу, дает вот эта курышка, разрешение на свидание, надо поехать вначале к ней, взять бумагу на свидание. Но если будет в понедельник прям шквал звонков, это работает, друзья, это работает, они боятся общественного резонанса, то курышка даст на свидание разрешение. А передачу разрешения никаких не надо. Конечно, я не знаю, что Мария Константиновна любит питание, по питанию мы с ней не общались, но хочу сказать, что обязательно, Ром, валюта любой тюрьмы – это сигареты самые дешевые, дафтам, донской табак. На сигареты можно выменять все, все, абсолютно все. И нужно, можно через вот этот зонотелеком и через сайт ВСИН Покупка, есть такой сайт ВСИН Покупка, заказать можно продукты еще. Кто издалека и не может поучаствовать, можете сами заказать продукты для Марии Константиновны. Что там в ходу, кроме сигарет? Сало, колбаса копченая, сыр, помидоры, огурцы можно, капусту можно, зелень можно передавать, вот Ром, пожалуйста, вот это вот, орехи, семечки, можно, это все можно, к чаю, финики, сухофрукты, это все полезно, потому что питание в СИЗО очень-очень, ну, важный момент, ослабевает иммунитет, когда сидишь в четырех стенах и все вокруг дымят, курят, понимаете, вот Мария Константиновна, не курит, я с ужасом, с ужасом думаю, какая будет для нее глобальная проблема, она же не курит, и все дымят, окна, конечно, сейчас лето хорошо открыты, но там нет сквозняка, к сожалению, нет сквозняка, ой, еще момент, я очень переживаю, что какую-то подсадную утку посадят, я-то уже опытная, махровый рецидивист, отсидела два раза по политическим статьям, она первый раз, она не представляет, как подсаживают специально обученных вот этих уток подсадных, они начинают провоцировать, но я надеюсь на ее проницательность и мудрость, что она не поведется ни на какие провокации, ой, молимся, медитируем, все вместе, сила мысли работает, посылаем ей любовь, посылаем ей поддержку, посылаем ей единственное желание, вырваться из этого ада, неволи, из этого ужаса, из этого круга порочного приговора, обозначенного вот этим приговором, вырваться, вырваться, потом, что еще, сейчас я вам скажу, звонить апелляционный суд, мы начнем, наверное, с понедельника, и звонить прокуратуру Неклидовского района, находите, все в интернете есть, кто хочет помочь, поднимайте свои диванные войска, отрывайтесь от диванов, ростовский областной суд будет решать судьбу Марии, от него очень много что зависит, там будет рассмотрена апелляция, апелляция будет подана, приговор я все равно найду, озвучу и сама напишу апелляцию, буду общественным защитником у Марии, когда мы последний раз с ней разговаривали по телефону, это неделю назад было, я говорю, Мария, дорогая, это не шутки, это не шутки, шум поднимай, вот то, что ты в ролике мимолетом сказала, не называя ни фамилии Мантии, ничего, ни прокурора не назвала, почему ты молчишь, почему ты огласки не предаешь, слушай-то, я говорю, тебя закроют, это не шутки, они настроены по-любому, ты опасна для системы, тебя закроют, она говорит, Марин, я пообещала вот этому, ихнему казенному адвокату, ну, он есть у каждого, это не зависит от воли человека, я тоже отказывалась, отказывалась, они все равно, он все равно сидит, она пообещала, что не будет она шум поднимать, а он сказал, что будет условный срок, система, ну, это его послали, понятно, это послала, это курышка, вот эта вот, Мантия и прокурор, они обманули Марию, они обманули, то есть она, я с ней лично разговаривала, она говорит, ну, я пообещала шум не поднимать, по этому поводу, мне дадут условку, и все так пообещали, представляете, как они ее обманули, жестко, не верьте, ни дежурным адвокатам, этим РФовским, ни судям, ни прокурорам, никому не верьте, никому, вот тех, кого преследуют, они все время обманывают, меня этот серебряков следователь, которого уволили, благодаря вашим звонкам родные, работает огласка, работает звонки, уволили, он меня так обманывал, но меня ж не так легко обмануть, я это все, я это все секу на лету, а она может растеряется, может как-то что-то, ну в общем будем надеяться, будем посылать ей любовь, поддержку, ой, как я переживаю, мои хорошие, как я переживаю, в общем, нужен конкретный план, у кого есть план, еще я номер ватсап назвала, телеграм, пишите, звоните, только по делу, пожалуйста, я не могу сутками разговаривать, у меня тоже, я живу сейчас не в Краснодаре, а в крае, у меня и хозяйство, и огород и все прочее, надо спасать, объединиться, вот сейчас проверка на вшивость, вот запомните мои слова, проверка наша всех на вшивость, если мы объединимся и дружно сработаем по плану, четко на 10 шагов вперед разработать план, прям совместными усилиями, то мы вытащим Марию, я вам обещаю, мы ее вытащим, и я знаю, как это сделать, но самый сильный инструмент, это огласка и общественный резонанс, я вам приведу пример, я вам приведу пример, журналист Медузы, ой, выскочила из головы, боже мой, как же его, ой, кошмар какой, выскочила из головы, сейчас я вспомню, журналист Медузы, которому подкинули наркотики, такой пошел, Медуза молодцы, такой общественный резонанс пошел, прямо они призвали около СИЗО стоять, прямо стояли сторонники, сутками около СИЗО, с плакатами, там все, и, о боже мой, как же его, этого журналиста известного, и вытащили, да, дело прекратили, с правом на реабилитацию, а ростовчане, пожалуйста, кто Ростовской области, Ростов, ну, как-то давайте, объединяйтесь, вы поближе, конкретные действия, надо разработать план, и надо действовать, прям конкретно, в СИЗО-1, Горького 219, в центре Ростова находится, так, что я еще забыла сказать, еще раз напоминаю мантию, вот эту, вот, позор, несмываемый позор, до седьмого колена позор, позор, вот этой курышки, вот такое фото, наверное, сейчас она еще постарше, лет 10 этому фото, но, несмываемый позор, и чтобы все, вот судьи, понимаете, сейчас от нас с вами очень много зависит, если мы опустим руки, ничего не будем делать, только болтовня по чатам пустая, и ничего не сделаем, то другие курышки будут выносить вот такие же карательные приговоры, понимаете, в отношении других, любой блогер, любой блогер может попасть в этот маховик, любой, поэтому еще одна просьба, вот видите, сколько информации, этот ролик максимально распространить, максимально, еще одна просьба, в комментариях, оппозиционным блогерам, понятно, что не блогерам пропаганды, не РФовским блогерам, оппозиционным блогерам, всем, всем массово пишем, помогите огласке, произвол по делу Марии Каменской, пять лет лишения свободы, это случится может с каждым блогером, прям пишите, такой-то там, Иван Бобров, защити свободу слова в лице Марии Каменской, помоги оглаской, сделай ролик, информации, как бы, информация и огласка, и резонанс, это все работает, работает, всем другим, обращаюсь к блогерам, Елене Тардасовой, Эльвире Паевой, каналу Ангелины Мхитариан, те, кто уже конкретно, ну, кого я знаю, Наталья Рус, Русь, проснись, еще, ну, друзья, многих, конечно, посадили, пожалуйста, помогите оглаской, информация уже есть, Мария, Мария приговорена, вот этой системой, Курышка судья, сидит в СИЗО-1, Ростова-на-Дону, апелляция впереди, бороться надо, надо совместно бороться, вот информации очень много, дорогие блогеры, объявляйте конкретно, чтобы люди звонили, помогали, под этим видео будут все телефоны, чтобы звонить, писать, помогать, проверка на вшивость, на нашу, понимать, как мы пройдем эту проверку, как мы поможем Марии Каменской, от нас очень много зависит, в наших руках судьба Марии, в наших руках, все, мои хорошие, так уже длинный ролик получился, благодарю за поддержку, благодарю за, прям такой отклик, серьезный, с нами правда, с нами правда, и сила наша в правде, и то, что Мария безупречно, кристально чистый, порядочнейший, честнейший человек, патриот своей Родины, которая ничего не сделала, абсолютно ничего уголовного не сделала, это есть правда, и вот правда победит в любом случае, какими-то окольными путями, сейчас такое время, что как-то вот правда, как в сказках про Ивана Дурака, вроде и дурак, но все равно добро побеждает злой Иван, дурак по итогу на коне оказывается, как-то мы прорвемся, верить надо, верить надо, посылать мысли, посылать этой курышке, посылать в апелляционный суд Ростовской области, тоже вот прямо мысли формы, освободите Марию, свободу Марии Каменской, свободу всем, кто с ней, свободу всем политзаключенным, вот еще пятеро человек, тоже, еще раз давайте всех озвучим, пятерых, Олег Колесов, отчество напишите, давайте тоже, они все в СИЗО один, тоже письмами поддержим, Александра Акулиничева, Елена Акулиничева, Галина Морева, Лидия Тахматова, без отчества не дойдет, и без года рождения, нужны все их, год рождения для зоны телеком, и отчество, а если Почта России, то можно и без отчества отправлять, так что пишите, всем остальным тоже, пожалуйста, поддержите всех до одного, чтобы они не чувствовали себя забытыми, очень важна вот эта поддержка, когда бывает, знаете, я уже три года два месяца отсидела в политических застенках, бывает до такой степени там невыносимо, вот с этими наркоманками сидеть, это ужас, они только о наркотиках с утра до вечера говорят, это невыносимо, руки опускаются, и тут приходит воспитатель, он называется, приносит почту, и все, крылья, сразу крылья воспаряют, Боже, меня помнят, какое счастье, меня любят, меня помнят, меня поддерживают, читаешь письма, и вдохновляешься, и крылья воспаряют, начинает ответ писать, ну, отвлекаешься как-то от этой действительности, телевизор этот бесконечный, 24 часа в сутки курят, вот это все, конечно, тяжелая действительность тюрьмы, и еще, ростовчане, для того, чтобы отвлечься от этого зомбоящика, ну, что может отвлечь в четырех стенах, это книга, книга, вот сейчас прямо, прямо ростовские жители, много же там, большая община русов, вольных русов, книги, пересмотрите дома книги, которые не нужны вам, принесите в библиотеку, СИЗО-1, они принимают, пишите заявление на имя начальника СИЗО-1, Красного-на-Дону, прошу принять благотворительность книги, для Марии Каменской, принесите хорошие книги, ей передадут эти книги, через библиотеку, придет библиотекарь, ей передаст, чтобы она отвлекалась как-то от этого зомбоящика, который сутками там работает, к сожалению, ну, вот, уровень заключенных оставляет желать лучшего, они смотрят там вообще ужасные, вот эти вот все, ТНТ, конечно, всякие другие, вот эти, ой, МОЗ-ТВ орет по ночам, ну, надеюсь, обойдет Мария вот это все, уже ужасы, ужасы тюрьмы, Централа Ростовского, все, мои родные, до свидания, Марина Мелехова, 17 августа, 24-го года, оставляйте комментарии, продвигайте видео в топ, процедурная группу, Продолжение следует...